Странная приблуда, которая появилась в твоём инвентаре с наступлением сезона бессмертия. Для новичка даже такая маленькая деталь может оказаться ещё одной причиной полезть на форумы, чтобы выяснить, что же это такое. Но у тебя, к счастью, есть подписка на канал Трипл Вайб, да? Так что давай расскажем, что к чему. Привет, меня зовут Джонни Лейни, и я рад снова видеть тебя, Страж. Давай-ка, как и всегда, сначала о том, где добыть предмет, о котором мы будем говорить. Сезонный артефакт «Глаз Владыки Врат» достается тебе по достижении седьмого уровня сезонного пропуска, вне зависимости от того, какое у тебя издание игры и как давно ты играешь. Выполняй задание, зарабатывай опыт и прокачивая ранги, добирайся до артефакта. Располагаться он будет прямо на экране твоего персонажа, внизу под призраком. Во-первых, что надо знать. Глаз единственный в игре артефакт. Если ты помнишь систему артефактов из первой части, и думаешь, что тут они тоже добываются в разных активностях, и наделяют твоего персонажа разными способностями... Нет. В Destiny 2 это не так. Видишь эту надпись? Сезонный артефакт. Это значит, что на протяжении сезона он твой. Потом его заменит новый артефакт с другими возможностями. Истекает текущий сезон ориентировочно через 3 месяца. Точной даты релиза 9 сезона пока нет. Также важно помнить, что артефакт для всех персонажей один. Точнее прокачивается он равнозначно для всех персонажей. Однако настройки, которые вы выберете для одного своего персонажа, не будут такими на другом вашем персонаже. Что мы видим в меню артефакта? По сути, таблицу с 25 модами. Разблокировать абсолютно все можно, и это довольно просто, но активировать все одновременно не получится. Максимально 12 модов. Что это значит? Что на каждом персонаже при максимально прокачанном артефакте вы можете выбрать разный ассортимент модов и использовать их на своем снаряжении. Кстати да, некоторые игроки с момента появления артефакта немного запутались вот в чем. Если вы прожимаете в артефакте мод, это не значит, что этот мод заработал. По сути, артефакт это как магазин модов, из которого вы выбираете нужный вам, а уже затем вставляете его в выбранную шмотку или оружие. На каждом моде написано, в какую часть вашего снаряжения он вставляется. Игра вам даже подскажет, как и что делать. Реально, в этот раз сопроводительной информации в игре очень много. Разблокировали мод, на экране персонажа начнут мигать те пушки или шмотки, в которые его можно вставлять. Кроме этого, на иконке мода есть еще одна подсказка. Цифра, обозначающая то, с каким уровнем энергии должна быть ваша шмотка для того, чтобы вставить мод. Точнее, сколько этой энергии данный мод потребует для своей установки. Например, мод из второго столбца может быть вставлен в любую шмотку и не потребует прокачки. А мод из последней колонки самый дорогой. Для него нужно аж 5, 6 или даже 7 ячеек энергии. О том, как работают моды на броне, будем готовить отдельное видео о броне 2.0. Так что, если хочешь скорее такое увидеть и разобраться в том, как прокачать свою одежку и быть еще сильнее на поле битвы, ставь лайк и пиши в комментариях, какие вопросы по броне у тебя накопились. Как качать артефакт и как работает бонус силы на нем? Это то, о чем мы поговорим далее. Но сначала, небольшая рекламная пауза. Если у тебя нет времени на фарм, если очень хочется получить все новые пушки как можно скорее, но ты нигде не успеваешь, тогда тебе на помощь работает сервис двинг.нет. Это сайт, на котором вам помогут пройти любое задание, выполнить квест, на который у самого не хватает сил, времени или нервов. И сделают это быстро и качественно на любой платформе. По промокоду TripleVibe ты сэкономишь не только нервы и время, а еще и деньги. Скидка-то 15%. Ссылка будет в описании. Качается артефакт довольно легко. Вы просто играете в игру, выполняете поручения и за полученный опыт прокачиваете артефакт. Но если все же вы хотите ускорить процесс, следите за тем, чтобы в вашей вкладке поручений всегда было как можно больше контрактов. В начале недели или после ежедневного ресета пролетайте по актуальным вендорам. Завала, Шакс, Скиталец, Эрис, Оружейник, Хоторн. Контракты всех этих персонажей должны интересовать вас в первую очередь на ближайшее время. Пока выполняете испытания, у вас всегда будет приятный бонус к прокачке. Не только артефакта, кстати, а еще и сезонного пропуска. К слову, даже не актуальные контракты, например поручения Вернера, могут дать много экспы. А собственно, для чего его качать, когда уже разблокированы все моды? Все ради бонуса силы. Вот этого параметра, который отображается в углу. Сколько указано, столько единиц силы и добавит артефакт к уровню вашего персонажа. Качается артефакт без ограничений. То есть если по уровню силы, который вы достигаете исключительно добычи шмота ограничения 960, то благодаря артефакту вы в ближайшие недели или месяцы будете встречать игроков с 970, 90 или может даже 1000 силы. Прогресс прокачки и то сколько еще тонн опыта нужно влить в артефакт, можно узнать тут же. Числа конечно отнюдь не самые позитивные, и для прокачки одного уровня может потребоваться более миллиона опыта. Итак, ты разблокировал моды, вставил их в шмоты и вроде все ок. Играешь с новыми бонусами, но тут тебе внезапно нужно разблочить другой мод, а у тебя уже предельное значение достигнуто, 12 из 12. Что делать? Обнулять артефакт. Это не так страшно на самом деле как звучит. Обнуление не сбросит прогресс прокачки, и не заставит вас вновь сотнями тысяч грести где-то опыт. Вам просто понадобится заново выбрать активные моды и расставить их в шмотки. Однако обнуление стоит немало блеска, а каждое последующее будет все дороже и дороже. Например, первый раз сброс обойдется в жалкие 5000 блеска, а вот потом уже и в 25 и в 50. Так что перед тем как сбрасывать, убедитесь, что блеска у вас с запасом. Но чтобы не сбрасывать артефакт слишком часто, давайте расскажу о том, какие моды в каждом столбце должны вас заинтересовать в первую очередь для прокачки. Конечно, тут многие моды очень крутые, но все же какие-то подсказки я вам должен дать, правильно? В первой колонке моды отвечают за бонус к выпадающему вам блеску или другим материалам. Выберите тот тип модов, с которыми сражаетесь чаще. Я вот выбрал вексов или улей. Отдельно есть на бонусы за минотавров или хоп-гоблинов, но мне кажется обычный прирост за вексов или улей будет интересней. Главное помните, что эффект от этих модов не накапливается и больше одного вставлять смысла нет. Следующая колонка одна из ключевых. Тут моды отвечают за пробивание новых типов щитов противника. Мобы с барьерными щитами будут встречаться вам на рейде или в сумрачном налете. Остановить их можно только при наличии соответствующего мода на вашем оружии. Так что я бы советовал прожимать тут вообще все, кроме ячейки на луке, пожалуй. Далее улучшенные моды на перезарядку. Тут также в приоритете то оружие, которое вы чаще используете. Револьверы, пистолеты-пулеметы, автоматы и может быть плазменные винтовки. Перк на ускоренную перезарядку лука пока тоже можно пропустить, вероятно он нам понадобится после того, как мы получим экзотический тяжелый лук Дыхание Левиафана 22 октября. Дальше улучшающие моды для борьбы со все теми же мобами в щитах. Тут в первую очередь смотрим на мод оглушительный разряд и гранаты перегрузки. Благодаря первому противники вроде неудержимых воителей будут наносить меньше урона, а благодаря второму ваша граната при пустотном подклассе будет дестабилизировать врага, снимая ему щит и замедлит его восстановление, что очень полезно, особенно при прохождении сумрачного налета на 100 тысяч. Мой любимый мод в последней колонке гнетущая тьма. Благодаря ему ваша пустотная граната будет ослаблять противников наподобие колена титана или других дебафов, что позволит наносить заметно больший урон по мощным врагам. Если же вы любите играть за электрический сапкласс своего персонажа, то обратите внимание на электрический аккумулятор, который сократит время отката ваших способностей. Как-то так. Такие краткие советы по новому артефакту. Пишите, если я вдруг что-то забыл рассказать. И, конечно же, не забудь подписаться на канал или поражать лайк под видео. Это лучшая благодарность для меня. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok